Многие люди увлечены облагораживанием своего сада или дачного участка, но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы, а остальные, путем проб и ошибок, стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Однако тем, кто выбрал это увлечение своей профессией, ошибаться нельзя. Именно для этого и созданы школы ландшафтного дизайна. Занимаясь просто теоретическими основами ландшафтного дизайна где-то в учебном классе или на курсах, этого недостаточно, потому что ландшафтный дизайн это прежде всего практическая работа, а практическая работа должна быть на участке. На частных участках это сложно попасть и провести какие-то эксперименты, то есть вряд ли какой-то хозяин согласится быть такой экспериментальной площадкой. Поэтому со временем такую площадку решено было заложить здесь. Студенты приходят сюда после третьего курса, для них это производственная практика. Они начинают по срокам с начала мая до середины октября, практически весь сезон, захватывают все самое важное, ценное и нужное, практически весь вибрационный период. И в общем-то успевают посмотреть, как начинает рост растений, как они пробуждаются после зимней спячки и как они уходят в зиму. Обязательной составляющей любого студента является подготовка дипломного проекта. Здесь с этой задачей сложностей не возникает. Студенты на годовом обучении, которые обучаются в школе, их дипломная работа является создание сада, миниатюрного сада. В зимний период мы его проектируем, прорабатываем, составляем смету, проговариваем все детали, нюансы, технологии производства тех или иных видов работ. А в летний период задача сделать сад, реализовать его. То есть это, так скажем, такая тренировочная площадка, база, где может человек все теоретические свои знания показать уже по существу. Такие моменты, которые описаны в учебнике, их надо все-таки попробовать сделать своими руками, чтобы уже знать, как это происходит, сколько времени тратится на это. Тем более годовой, профессиональный курс, не двухмесячный или трехмесячный, поверхностный только для своего сада. Научиться решать сложные задачи по уходу, по проектированию. Здесь действительно я нахожу эти ответы. Особенностью данного проекта является то, что он рассчитан не только на студентов. Каждый желающий, кто хочет облагородить свой садовый участок, может прийти сюда и получить все нужные базовые знания. Сад рассчитан, безусловно, не только на специалистов, не только на студентов, не только для будущих профессионалов, но и для широкого круга любителей, тех, кто тянется к культуре, ландшафтного дизайна, как к искусству и действительно хочет облагородить свой участок, свою территорию и сделать красивый сад. Для этого мы проводим специальные курсы, обязательно с практической составляющей и проводим регулярно мастер-классы. Создавать необыкновенный и красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому, кто увлечен этим делом. Ведь окончательный продукт данной деятельности – это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знание необходимо для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важен не мгновенный результат, а длительный процесс развития и кульминации. По проекту роз предполагается здесь более 100 видов, 7 групп. На данный момент здесь высажено чуть больше 60 роз, тоже нескольких групп. Крайний ряд – это плетистые розы. Сейчас у них временные опоры, основные опоры изготавливаются. Я надеюсь, что к концу сезона они уже будут установлены. Рядышком вы видите почвопокровные розы. Здесь представлены розы чайно-гибридные, спрей, флорибунда, английские розы. То есть все те виды роз, которые продаются в садовом центре, которые существуют на рынке Челябинска. И те розы, которые необходимо изучать, их особенности, особенности обрезки, особенности ухода. И как раз-таки эта площадка, этот сад, он создан именно для практических вот таких целей работы с розами. Это центральный вход в Белый сад. Он огорожен живой изгородью из караганы древовидной. Идея Белого сада заключена в том, что растения, которые будут высажены здесь, которые уже растут и высажены были до того, как они будут в белых оттенках. То есть это белый, зеленый цвет, безусловно, цвет растения, цвет зелени. И, конечно, будут вкрапления других цветов, но в очень незначительном количестве. То есть преобладающий цвет существующих здесь растений будет белый. Центральной основой и таким композиционным фокусом этого сада является водоем. Водоем с кувшинками, водоем в двух уровнях. Сад молодой, но его уже можно назвать садом. Причем сад особенный. Он разбит на небольшой площади, территория буквально полсотки. Но на нем есть и декоративные растения, и полезные плодовые растения. В том числе и груша, которую мы формируем в виде шпалеры. Декоративная рябина, которую мы заплетаем на арку, формируем. Подбивается это все свеклой обычной. Различные сорта петрушки. Ачеток у нас представлен. Циния, анютины глазки, лабелия. То есть создается такой микс, который с одной стороны он декоративный, эстетически привлекательный. С другой стороны те же сорта мяты, которые собраны здесь и высажены. Они приносят пользу и создают особый колорит. Придают особый колорит этому саду. Выполнить красивый дизайн у себя на участке под силу каждому желающему. Получить необходимые знания для этого возможно, пройдя курс обучения. А для студентов эта школа является настоящим открытием. Ведь где еще они могут применить теорию на практике методом проб и ошибок?